Всем привет, на связи Алексей и сегодня я постараюсь в краткой форме ввести вас в курс всего, что будет происходить дальше. Исключительно извиняюсь за задержку этого материала и возможно его малой информативности для вас, буду справляться в будущем. А теперь приступим к темам сегодняшнего монолога. Первое. Технологии. Второе. Торожная карта. На текущий момент элементарная по причине того, что ее нужно оформлять. Уже после того, как будет понятен объем работ после составления архитектуры игры. И третье. Возможные проблемы. Прежде чем что-то начать делать, нужно определиться с тем, как мы это будем делать и почему мы будем это делать именно таким образом, а не другим. По технологиям я буду использовать самописный EKS фреймворк и компоненты UnityDots, а именно Burst и Jobs. И UniRX как сторонний фреймворк для оптимизации. Возможно еще стоит прикрутить ZenJer, но это будет дальше. Почему именно эти технологии? Самописный EKS. Что это? Начнем сначала. EKS аббревиатура Authentity Company System. Буквально сущность компонент системы. Вид архитектуры игры или чего бы то еще не было. Благодаря которой применяется не OOP, а DOP. Кратко, OOP это про объекты. А DOP про данные. То есть в OOP мы оперируем в первую очередь объектами. В свою очередь у которых есть своя логика и так далее. В DOP мы оперируем массивами данных. И это очень важно для понимания того, что представляет из себя римка. Но это отдельно разберу в будущем в одном из дневников разработки. Сейчас же это разбирать и себя мучить и вас. И так для начала будет много непонятных для большинства слов. Так вот, на условном рынке сейчас есть кучка другая решения для реализации своей игры, используя EKS. Но все они не подходят по одним из следующих или всем вместе причинам. А именно, причина номер один. Практически у всех решений нет внятной документации. Нет внятных гайдов, уроков, условных лучших решений и так далее. То есть, я до этого не работал с EKS фреймворками, что на студиях, что тем более сам. И как мне в кратчайшие сроки не потратив полгода, и я не утрирую на разбор всех этих фреймворков, понять как они работают. Даже поверхность как не накосячить с ними и так далее. Поэтому, сразу отметаем даже условный Unity Dots с его EKS. Так как он хоть и вышел в релиз, но тутеров и прочего, код наплакал. Вроде нет проблем с очень древним фреймворком под названием Entitas. Но есть другие проблемы, которые я дальше разберу. Проблема номер два. Кодогенерация. Тот же Unity, EKS и Entitas предлагают писать код в том же стандартном монобехейворе. И уже после трансформировать код в EKS стиль. Это уже само по себе дикое решение, которое на мой взгляд не имеет права на существование в крупных проектах. Добавок возникает вопрос с будущим расширением проекта извне. А именно всеми любимыми модами. Чуваки задолбаются писать в начале под монобехейвор, а после переносить генеренный код в мод. Дичь в общем. По итогу я пришел к выводу, что проще будет реализовать хоть и возможно кривой, но свой EKS фреймворк. На деле это будет скорее просто стиль написания логики по парадигме допа, чем прям фреймворк. Но будущее покажет. Переходим к технологии под названием Burst. Если кратко, это новомодный суперкомпилятор кода для Unity, который из коробки с некоторыми ограничениями позволяет делать очень оптимизированный код, который в свою очередь и нагружает в основном процессор. Как показывают тесты, даже безусловной многопоточности и прочего происходит очень сильный прирост производительности практически из воздуха. Благодаря этому компилятору. Думаю излишне что-то еще говорить. В принципе всего вышесказанного должно хватить, чтобы понять что-то нужно брать и внедрять в игру. А теперь про многопоточности. Как я ее буду реализовать в Unity. Есть два решения по сути. Это Unity Jobs и UniRX. В принципе я ни с одним из них не работал, но оба решения уже были разобраны на ютубе. И в принципе и тутеров и прочих материалов хватает, чтобы изучить что-то, что-то и использовать практически с разбега. Плюс UniRX я до этого изучал и кое-какие знания уже по нему имею. Буду определяться, что конкретно где использовать. Может быть и вовсе все вместе будет. Хотя и Jobs с первого взгляда выглядит адекватно. Переходим к гипотетическому использованию ZenJert в проекте. Почему гипотетическому? Потому что я до сих пор и не понял его суть до конца. Если мой мозг правильно воспринимал всю ту информацию, что я узнал про этот фреймворк в последние два года, то эта штука в теории должна помочь с моддингом. А это плюс. Переходим к дорожной карте. На текущий момент задача номер один это разработать базу игры. То есть основной код, который позволит дальше расширять проект по накатанной, как уже модмейкерами, так и собственно говоря мной. В лучшем случае уже Тайненом и его командой. Собственно по итогу должен получиться конструктор, из которого уже можно лепить что угодно и как угодно, в отличие от дефолтной римки. Основной упор будет в расширяемости игры. Конечно, оптимизация тоже важна, но тут практически любое решение будет лучше, чем ванильная римка от Тайнена. Поэтому в теории я вообще могу отказаться от всех выше обозначенных фреймворков, если будут возникать с ними сложности и на голой юнити реализовать все задуманное, используя свой ГКС фреймворк. Это все равно будет лучше, чем то, что у Тайнена получилось. Примерно срок это от полугода до полутора лет на реализацию этого конструктора. Полтора года звучит как очень много, так и есть. Но только в том случае, если вообще все пойдет не так, как я задумал. Допустим, я реализую все, что хочу, и что-то в последний момент пойдет по одному известному месту. Словно сейчас начинается первая неделя разработки. Первым делом мне необходимо будет сделать, возможно, не без сторонней помощи, условное дерево механик игры. То есть, что с чем и как связано, как чисто со стороны игроков, так и со стороны кода оригинальной римки. В целом, последнее подразумевает то, что мне нужно будет выделить, скорее всего, как раз еще около недели на чисто проход по всему коду римки, чтобы вообще все вынести в условное дерево связи, чтобы в будущем облегчить работу с тем же ИИ и другими механиками, которые я буду реализовывать. Есть вариант забить на коды римки на первой неделе-двух, и сделать просто визуальную демку возможности докладного кода, то есть реализовать какой-нибудь элементарный ИИ или генерацию карт в реальном времени. Но тут уже вы можете сказать, что для вас важнее. Ведь в первом случае я не смогу, кроме дерева, показать результат работы, а во втором уже что-то более существенное, что сможет каждый потрогать на своем компе. Также в первом случае я после создания дерева приступаю к проработке архитектуры игры, что тоже неразбирающимся в программировании людям будет не особо понятно. И кроме эмоций, это очень интересно, но нихуя не понятно, ничего не вызовет. В остальном же планирую по ходу работы выпускать в целом ролики, объясняющие те или иные моменты, как ваниль на римке, почему это плохо, так и объяснять более детально, почему я выбрал то или иное решение, ну и так далее. Переходим к пункту «Проблема». Проблемами я скорее назову в целом задачи, которые мне на текущий момент кажутся сложными, и больше всего сложности возникнет именно с ними. А именно, первый пункт ИИ, второй пункт – моддинг. ИИ в теории может не вызвать вовсе сложности, так как у нас уже есть реализация этого самого ИИ в оригинале. Но все же, перенос с одной парадигмы кодинга на другую парадигму, такого гигантского куска кода, это будет довольно сложной задачей. Не говоря уже о том, что просто так взять и перенести не получится. Нужно будет полностью вникнуть в то, как она работает в оригинале. Моддинг же сам по себе является одним из главных, если не главным ограничителем всех разработок, так как нужно будет делать максимально гибкую систему. А это будет накладывать свои проблемы в виде первоначального усважнения к разработке игры и понимания того, что происходит в коде у новоприбывших программистов в проект. С другой стороны, уже когда все становится понятно и сам код игры уже написан, то проще становится внедрять новые механики и контент в целом, имея такую систему. Вдобавок придется документировать вообще каждый метод, переменную и так далее, чтобы не было такой ситуации, как это сейчас происходит с оригиналом, что приходится буквально все самому изучать. Также внезапно на этапе записи этого видео я понял, что по-хорошему нужно еще показать свое резюме. Так вот, первый проект, в котором я участвовал, это Pixel Boom 3D, мультиплеерный шутер от первого лица в Майнкрафт-стилистике под мобильной платформой. В этом проекте я был единственным программистом, который заменил предыдущего на раннем этапе разработки игры. То есть я доводил проект до уже фактического релиза. К сожалению, проект закрылся из-за того, что заказчик, а именно Лев Контратиев кидал ебаное. Из-за скамил как меня с другими людьми в команде, так и комьюнити, которая ждала игру. Работал я буквально над всем. Что клиентская часть, то есть сама игра, так и серверная часть, то есть мультиплеер. Второй проект, над которым я работал, это Tempo Azar. Мультиплеерный AAA-шутер от третьего лица в сайфай-стилистике в рамках метавселенной Сидуса под браузеры. По факту я отработал полтора года над этим проектом. В начале джином на одном движке, после на другой версии в другой реализации этого же движка. Перерос медла уже фактически к моменту перехода на юнити. Частично на переход на юнити повлиял собственно я. На юнити я и так был уже медлом к моменту разработки, поэтому на этой же должности и остался. Фактически я мог бы работать и дальше в этой компании, если бы не некоторые обстоятельства, из-за которых, б***ь, сотрудников сократили одним прекрасным днём в сентябре прошлого года. После увольнения я стал разрабатывать донат-ивенты в начале для Кэлла, а после уже для всех желающих играть с этими донат-ивентами, включая Кипера. На текущий момент активная стадия разработки донат-ивентов закончена, в том виде, в котором они сейчас существуют. Поэтому я и могу приступить к ремейку Римки. В принципе, по моему опыту это всё, надеюсь, стало понять, кто я, что из себя представляю. На сегодня это всё, что хотел прям сказать первым делом. Всем ещё раз гигантское спасибо за поддержку. Меня это очень сильно бустануло в уверенности в том, что моя идея актуальна и нужна для людей в сообществе Римки. Буду стараться оправдать ваши надежды, ожидания и прочее. Впрочем, как и стараться всё это реализовать. Всем спасибо ещё раз. Ну и, соответственно, всем пока.